Любители Москвы, вы смотрите передачу «Промышленность в Подмосковье», которая выходит по пятницам. Ну и сегодня несколько слов о некоторых предприятиях Одинцовского района. Ну, понятно, что в Одинцовском районе очень сложно говорить о какой-то промышленности, потому что здесь, собственно говоря, проходит знаменитая Рублевка, да, поэтому понятно, что никакой промышленности там, конечно, нет. Да и, собственно, и не было. Если что-то и было, то какие-нибудь там совхозы, колхозы, ну, какие-нибудь сельские хозяйства, да, такие вот. Ну, а какой-то промышленности, понятно, что там на Рублевке и быть не могло, потому что, в общем-то, ну, понятно, кто там живет, элита и так далее, поэтому... Ну, также, что я тоже, к сожалению, если в Одинцове, да, вот мы там едва нашли буквально, там, может, несколько предприятий оставшихся, да, к настоящему времени. Хотя раньше в Одинцове, кстати, именно в Одинцове, в общем-то, довольно-таки была развита промышленность. Вот, тоже, тем более, трудно найти, соответственно, где-то на Рублевке, там, да, ближе к Москве, там, где Сколково и все такое. Ну, в общем, такие места. Поэтому, конечно, промышленность здесь, в этом районе, она слабо развита, практически ее нету. Вот, в основном, большей части, видите, тут Москва-река протекает, Звенигород, ну, какая там промышленность. Там больше санаторий, дома отдыха, разные такие дачи, коттеджные поселки. Этого там дополна просто, да, огромное количество, буквально один на одном. И продолжается строительство до настоящего времени, вырубают, строят и так далее. Вот. Кстати, очень много еще, и в том, что почему нет промышленности, еще потому, что очень много разных военных городков находится на территории Ленинсовского района, разных военных объектов и так далее. То есть, ну, вот это все, да, связано с этим. Поэтому, ну, скажем так, сейчас, может, поменьше, чем было когда-то там в советское время, но все равно и сейчас довольно много, ну, та же Кубинка, да, что говорить, ну, и другие всякие разные места. Так что промышленность здесь как-то уже раньше не очень много было, ну, а сейчас и тем более. Ну, все-таки, среди вот такого, можно сказать, не очень радостной картины, да, в плане промышленности здесь в Ленинсовском районе, я бы все-таки четыре предприятия бы отметил. Вот. И находятся они, собственно, в Голицыно и около Голицыно. То есть, это большие и малые веземы. Это вот такие селения, которые группируются около Голицыно. Вот Голицыно, ну, и рядом вот с ними как раз и вот веземы тут обозначены. Ну, они делятся на большие и малые. Ну, собственно, они рядом находятся. Ну, и первое предприятие находится, собственно, в больших веземах. Это предприятие Камус-Упаковка. Вот. Это считается как Одинцовская фабрика. Вот. Видите, Камус-Упаковка. Вот. Это Одинцовская фабрика, да, которая, соответственно, с 1997 год занимается... Ну, Камус все знают, конечно же, да. У нас много этих магазинов в Москве. Преимущественно эта фабрика считается как канцтовары, конечно. Но, на самом деле, она выпускает очень... У него большой ассортимент. Вплоть до того, что выпускает она... Ну, не сама выпускает, а в смысле продает. Продает это. Через магазины можно купить там и ветровки, и спандеры. И что только не купишь, да. То есть, огромное количество всяких. Там плащи можно купить. Вот. А не только там авторучки и разные там какие-нибудь скрепки-кнопки. Нет. Там большой ассортимент. Вот. Ну, и, в частности, вот еще упаковка она производит. Вот эта компания, да. Ну, Камус-Упаковка – это, видимо, родственное какое-то... Как бы дочернее предприятие Камуса, да, общее. Вот. Упаковка. И, соответственно, полимерная упаковка в том, что для пищевых продуктов. Ну, тут можно прочитать, да, собственно говоря, вот историю предприятия с 7-го года. Она вот в Голицыно, Одинцовский район. Ну, это, собственно, большие веземы, если быть точнее. Ну, рядом там все равно в Голицыно. Все примыкает близко. Все крутится вокруг Голицыно. Ну, и тут много всякого разного. Да, видите, упаковка для тортов, для десертов, салатов и прочих разных пищевых вещей. Ну, и сопутствующий товар тоже. Видите, одноразовая посуда, всякие другие, вон, упаковочные материалы для мусора, пожалуйста. Да, вот такие вот продаются тоже. Маркировка для разных товаров тоже, типа там, которые наносятся, да, там, может, ценники разные и так далее. Так что это все вот здесь производится. Довольно такое крупное предприятие. И, в общем, понятно, что оно востребовано. Ну, и рядышком, уже в малых веземах, находится бывший Голицынский автобусный завод. ГУЛАС сокращенно называется. Вот, когда-то производил автобусы в Голицыно. Вот, до 2014 года это происходило. Даже трудно в это поверить. Но вот предприятие. Кстати, оно было основано в 1990 году. То есть, оно хоть и в советское время, но уже в такое, совсем уже позднее советское. Да, буквально там за год до развала. Вот, оно было образовано. И вот занималось производством автобусов разных международного, туристического класса. Это по брендам Голицыно, Scania, Mercedes-Benz. Ну, понятно, там по лицензии, видимо, зарубежных компаний. Но вот занималось. Ну, а потом, собственно, производство прекратилось. Автобусы полностью перенесли на Ликинский автобусный завод. ЛиАЗ, да, вот там как раз. То есть, Орехово-Зуевский район. Ну, а здесь вот начали собирать трактора. С 2017 года, вот на этом, на этой площадке, где раньше собирали, собственно, вот Голицынские автобусы, стали взять трактора. Вот. Ну, и в связи с событиями 22-го, нынешнего времени, да. Соответственно, тут получается, что вот эта компания Агра, которая вот производила эти вот трактора под марками Фенд, массой Фергюсон, там и другие. Ну, соответственно, она отказалась, так сказать, сейчас ушла с России. И поэтому, в общем-то, тут, получается, было создано новое юридическое лицо, вот, на этой площадке промышленной, да, где производили сначала автобусы, потом трактора. Ну, и, соответственно, вот сейчас вроде как хотят выпускать смазочные материалы для тракторов, комбайнов и другой сельхозтехники разных видов. То есть, уже не сами тракторы, а смазочные материалы, скажем так. Ну, может быть, там и как-то попытается трактор. Хотя это, конечно, очень сложно будет сделать, потому что очень много деталей импортного производства, и заместить их, если эта компания ушла, то будет довольно-таки сложно. Ну, короче, это предприятие, оно вроде как как бы и работает, а как бы, может быть, уже и нет. Вот, поэтому сложно сказать, сейчас, конечно, что уж все в этом отношении меняется, особенно касательно зарубежных производителей, там, или, допустим, франшиза, там, марок разных, которые работают под эгидой. Скажем, вроде наш отечественный завод, но если он работает под эгидой, соответственно, иностранной какой-то компании, то понятно, что сейчас вполне могут быть проблемы, и очень многих этих проблем, собственно, и есть. Поэтому я не готов сказать, работает ли сейчас непосредственно этот завод, получается, тракторный, да, но, в общем, до недавнего времени еще работает. Но сейчас могут быть какие-то проблемы. Ну, а то, что сейчас точно работает, это два галицинских предприятия. Первое называется Галицинский керамический завод. Ну, понятно, производит кирпич, причем в больших объемах. Видите, даже тут написано, что крупнейшее современное предприятие, можете 120 миллионов штук кирпича в год, но это действительно огромное количество, если это правда. Вот, а не так просто, то это, конечно, очень много. Видите, город Галицын, заводской проспект. Ну, видите, 15 видов, типоразмер, цвета всякие разные, больше 350 именований. Вот, разной продукции. Ну, видимо, не только кирпичей, наверное, что-то и другое производит еще. Ну, в общем, вот очень такое большое предприятие, большой завод. И тут, собственно, причем оно такое достаточно тоже старое предприятие. Ну, вот, ну и видите, тут много всяких разных видов кирпича, на их сайте представлено. Вот, и вот так вот получается. Да, то есть, вот тоже довольно такое крупное предприятие. Ну, и второе предприятие, которое тоже работает в Галицине, это керамический завод. И еще Галицинский опытный завод средств автоматизации. Вот такое мудреное название, но, так сказать, за ним скрывается, на самом деле, предприятие, которое производит, ну, скажем так, вот оборудование для разных птицефабрик и так далее. То есть, ну, там, где потом яйца выращивают, ну, и всякие такие вот инкубаторов, вот это все. И вот такое оборудование, оно, кстати, наверное, старейшее предприятие, чуть не во всем Галицинского района, и в Галицине в том числе. То есть, его здесь производство возникло еще в 1899 году, и, соответственно, его открыл князь Дмитрий Галицын, ну, по которому как раз и названо Галицына, да. Вот, он и выпускал сначала завод плетеную мебель, вот, ну, а потом уже с 22 года, да, стал Галицинский опытный завод средств автоматизации. То есть, ровно 100 лет, да, вот это название, оно до сих пор. Ну, и, соответственно, вот была Галицинская птицефабрик, сейчас она уже не работает от птицефабрика, вот, к сожалению. Ну, а так птицефабрики, конечно же, не только Галицына, и в других во многих местах, но вот для них, собственно, все это и производится. То есть, вот всякие клетки такие делают для промышленного птицеводства. Вот, всякие разные. Ну, тут можно посмотреть продукцию для содержания курни-сушек, молодняка курни-сушек, бройлеров, клетки фермерские для ворочивания птиц, домашней птиц и кроликов, и так далее. Ну, вот, например, фермерские. Да, вот такие вот для курни-сушек. Ну, тут они, клетки, да, ну, тут они каковы не показаны, эти клетки. Ну, я думаю, понятно более-менее, собственно, что тут показывают. Ну, вот здесь пока клеточная батарея для ворочивания птицефабрики, да, идёшь, а там как раз такие клетки для окормления, вот, размещения и так далее. Ну, и вот здесь, собственно говоря, идёт такие, как бы, типа конвейера такого, да. Вот, и всё это производится оборудованием во многом на вот этой вот Голицынской фабрике, Голицынском заводе, средства автоматизации. Ну, вот это, пожалуй, основное, что бы я хотел отметить, да, из промышленности. Есть ещё некоторые небольшие предприятия, типа бетонных заводов, вот, в районе их не так много, но они есть. В том числе в Голицына, кстати, есть тоже небольшой завод же из бетонных изделий. Вот, ну, потому что, знаете, бетон, в отличие от многих других, я уже говорил об этом, да, других товаров и так далее, его не будешь везти из Китая, там, да, из других мест, потому что он требует быстрого приготовления, быстрого использования, то есть его постоянно нужно, так сказать, держать в таком рабочем состоянии, иначе он просто застынет и будет уже негодным. Поэтому все эти бетонные мешалки, они же часто ездят, так сказать, в рабочем состоянии, то есть, чтобы бетон там не застыл, также и цемент и всё остальное. Поэтому приходится, хочешь не хочешь, а если хочешь что-нибудь там построить, да, дома какие-нибудь и так далее, то приходится эти заводы всё-таки так или иначе держать, хотя бы в небольшом количестве, да, в небольшом размере. Также ИПИО тоже относится к пищевой промышленности. Поэтому такие, может быть, какие-то мелкие предприятия еще есть, но, пожалуй, основные предприятия я отметил в Одинцовском районе. До новых встреч!